Мы находимся в Судаке, меня зовут Али Фульви, находимся в Судаке возле здания Генбанка для оплаты штрафа. 1 ноября 2021 года я приехал в Симферополь к зданию военного гарнизонного суда, чтобы участвовать в открытом судебном заседании, который проходил над моими соотечественниками и единоверцами. В Суд попасть нам не удалось, но мы ожидали у здания суда с надеждой в перерыве попасть и принять участие в качестве слушателей. В какое-то время работниками внутренних дел Росгвардии мы были задержаны, отвезены в отделение, где продержали более 9 или 10 часов и составили протокол. Впоследствии в центральном районном суде города Симферополя было заседание, где меня суд признал виновным в нарушении режима повышенной готовности и, по-моему, еще в массовом несанкционированном, в массовом мероприятии. Впоследствии мы подали апелляцию с нашим защитником в Верховный суд, и Верховный суд оставил решение суда первой инстанции в силе, назначив мне штраф в размере 15 тысяч рублей. С обвинением и с вынесенным постановлением с обоих судов я не согласен. И в материалах суда есть видеофайлы, которые подтверждают и показывают несостоятельность этого обвинения и мою полную невиновность. Но, тем не менее, решение вступило в силу, и сегодня я оплатил этот штраф, оплатил его из средств, которые неравнодушные мои соотечественники, и не только, в рамках проведенного крымского марафона собрали эту сумму, за что я очень большую благодарность приношу свою всем людям неравнодушным, которые показали свою солидарность с этой несправедливостью и собрали деньги. Аллах разулся, пусть Всевышний будет доволен каждым, кто не остался в стороне. И хочу сказать, что, как не раз говорилось, да, это не что иное, как все это направлено на то, чтобы не было единства и не было этой солидарности в ответ на ту несправедливость. Но, тем не менее, эта солидарность остается, и джемат един, как никогда. Аллах разулся.